Вот эту касочку мы нашли на брошенных позициях. Это ваша каска. Это каска ваших российских солдат. Она была найдена на позиции, судя по количеству отверстий, которые здесь на ней находятся, скорее всего, ее обладатель уже двухсотый. Ситуация какова? Это шестянка Второй мировой войны. И любые осколки, как вы видите, какое их количество, они вскрывают ее просто как консерву. И вы в этой каске, которую вам сейчас дают, и с которыми вы будете здесь у нас в поле на позиции, вы точно помрете. Сто процентов. Любая боль, любой осколок – это смерть. Вот эта вот железка, ну может, разве защитит от камешка, который отлетел? Я хочу показать, сегодня нам привезли раненого украинского бойца, раненого украинского воина. Вот это его кевларовый шляп. Видите эту дырку? Это попадание осколка, причем достаточно крупного осколка, который разворотил этот шлем, а теперь внимание с середины. Нет дырки, дырки нет. Шлем выдержал, и наш воин отделался небольшой контузией. И кроме вот этого большого осколка, мы еще здесь наблюдаем, вот еще один, это был кассетный, часть от кассетного заряда, и вот еще черкачом прошел еще один осколок. Вот это вот кевларовый шлем сбройных сил Украины, который способен выдержать попадание большого осколка, и бойца привезли только с контузией, даже царапины на голове не было. Когда мы нашли вот эту ерунду, это дерьмо, на позициях мы даже не верили, на ваших брошенных позициях, мы даже не верили в то, что неужели сейчас, в 21 веке, в большой глобальной войне можно вот эту вот ерунду, вот эту вот ерунду могут выдавать на голову людям. И вот с этим у вас на нашу украинскую землю бросят воевать. Это 100%. Мы нашли ее именно в окопах, на позициях. Я ее взял на память, сувенир будет. И для сравнения я вам покажу, какие у нас сказки, какие у нас сказки в ЗСУ, в сбройных силах Украины. Кевларовые, качественные, с мягкими вставками. И совсем недавно приехал к нам солдат, которому осколок попал прямо в каску крупной. Кевлар треснул, но ни одной царапины на голове у него не было. И теперь сравните вот с тем, во что будут одевать вас. Вы все здесь сдохнете. Вы здесь просто помрете. Убегайте из этой армии. Отказывайтесь от мобилизации. И вам нечего делать на нашей украинской земле. Ну или мы сделаем столько дырок у вас в голове.